Мы все их знаем почти наизусть. По крайней мере, многие могут пересказать эти слова. Но редко задумываемся о глубине этих слов. Слова же такие. Если вы живете по духу, то по духу и поступать нужно. Не то, что миряне. Очень часто священнослужители, даже готовясь к предповедям, это предложение пропускают, не задевая как бы разумом то, что говорит апостол. Какая-то общая фраза. На самом деле совсем не общая фраза. А говорит апостол о чем-то, очень существенном и принципиально важном для всех людей. Что значит жить по духу, если вы по духу живете? По какому духу? Конечно, обращаясь к общине, к христианской рефессе, к первенствующим христианам, он имел в виду дух Христов. Он имел в виду дух Евангелия. Если вы живете по этому духу, если вы называете себя христианами, то вы и поступать должны по духу. И затем, кстати, апостол говорит о том, что означает поступать по духу, и перечисляет те добродетели, которые связаны с этой жизнью в соответствии с христианским духом. Но есть в этих словах еще одна сокрытая мысль. когда апостол говорит о том, что мы по духу живем, то он открывает перед нами тайну Божественного творения. Мы все живем силой святаго духа. Это он носился над водами в дни творения. Через него и его силу производилось творение. Он сопутствовал всей истории творения святого духа. Мы все дети. Мы созданы силой святаго духа, потому что этой божественной энергией, этой божественной силой создан космос, земля наша, род человеческий. А если мы созданы силой духа святаго, то по духу и поступать должны. Вот это уже, наверное, многим понятно. Особенно в наше время, когда уже развивается так называемая корпоративная этика, когда люди, работающие в компании, хорошо зарабатывающие, создают свою некоторую ответственность и перед самим учреждением, в котором они работают, но самое главное, перед его хозяевами.